Телеканал Кубань-24 и сеть бойцовских клубов «Фанат» представляют уникальное реалити-шоу «Бои белых воротничков». Партнёры проекта «Бои белых воротничков». Магазин спортивной экипировки «Русфайт». Всё для единоборств. Супермаркет «Патиссон». Низкие цены каждый день. Всем привет! Меня зовут Багнай Хмельницкий. Вы смотрите уникальное реалити-шоу «Бои белых воротничков». Телевизионный проект, в котором обычные парни от 18 до 40 лет пришли в сеть бойцовских клубов «Фанат» для того, чтобы заниматься смешанными единоборствами. Они прошли два этапа кастинга. Их осталось всего 25 человек. С каждой неделей становится всё меньше и меньше. Происходит естественный отбор. В конце их останется всего 10. И именно эти 10 человек сойдутся друг с другом в непримиримых схватках. За право сказать «Я победитель». Тренировки идут уже третью неделю. Ребята стараются, потеют, ходят, пропускают, травмируются. В общем, всё как положено в настоящем спорте. Но нам бы хотелось начать знакомить вас с ними поближе. И мы начинаем персоналии в проекте «Бои белых воротничков». В каждой серии мы будем показывать какого-то человека, какого-то участника и рассказывать немножко о его жизни. Собственно, то, что мы обещали в самом начале проекта. Сегодня это Вячеслав Плеханов. Взрослый парень, серьёзный парень, который работает в банке. Он банковский служащий. У него обычная офисная работа. Он приходит на работу, 8 часов сидит в офисе, щёлкает мышц для компьютера, читает трудовые кодексы, подписывает какие-то документы. А потом приходит к нам в спортзал и вымещает здесь все свои стрессы. Смотрите, Вячеслав Плеханов «Белый воротничок» прямо сейчас. Посмотрел какие-то новости и увидел о том, что 22 октября, как раз это было размещение, начало новости о том, что состоится вот такой вот проект «Бои белых воротничков». Мы знаем его совсем с другой стороны. Он такой серьёзный у нас, пунктуальный. Ну, вообще, как бы, человек со знанием своего дела. Он совсем на другая стезя, совсем другое занятие, которое вообще не предполагалось, что он сможет на такое решиться. Каждый мужчина всегда идёт в ногу параллельно со спортом, так или иначе. Это большой экспедиент, это большое испытание. Вот, безусловно, это интересно. Мече знаменитости вот из мира ММА, которые мне нравятся. Мне было бы интересно выступить бы с Мирко Крокопа Филипповичем. Неожиданность. И как-то сразу так, жалко. А почему жалко? Ну, всё-таки бои без правил. Кто его знает, какие соперники, да? Именно дрочином, постоянно, допустим, провоцирующим нет абсолютно. Но если, опять-таки, кто-то провоцировал, драться приходилось. Ну, были и победы, и поражения, но были и ничьи. То есть в этом плане начинаем. Или перемена заканчивается, вот, либо же разнимают люди. Стойки с характером, ну, как бы не ожидали. Есть такое высказывание, что смелый человек и слабый выходят с одними эмоциями, но относятся к этому по-разному и принимаются следующие решения. Будем болеть, будем смотреть передачи по телевизору. Ну, будем за Вячеслава. Человек очень старается, как бы, ну, молодец, да. Тренер тоже очень доволен. Потому что парень реально старается. То есть я думаю, что парень реально шанс в этом шоу выиграть. Старается, молодец. Так, дальше, а так много? Поехали. Так, Слава, как самочувствие? Нормально. Нормально? Спортивное, боевое. Спортивное, боевое. Здорово. Скажи, пожалуйста, как вот этот момент проработать целый день в душном офисе и прийти к нам в просторный светлый спортзал и сбросить все стрессы? Он присутствует? Однозначно. Просто вначале идет эмоциональная усталость именно на работе. А здесь она вымещается физической. По окончанию только лишь удовлетворение. Нету никакой эмоциональной усталости, а физическая она приятная. Что и требовалось наказать. Это были трудовые будни одного из участников проекта Вячеслава Плеханова, который работает в офисе, а потом приходит к нам в бойцовский клуб и фанат и занимается смешанными единоборствами. Сейчас же мы продолжаем общую тренировку. И я вам хочу сказать, что, в общем-то, все наши парни тренируются под руководством двух опытных тренировок. Юрия Андреева и Дмитрия Муляка. Но сегодня мы с моим другом и со ведущим Эдуардом Гетманом решили заменить их на этом поприще. Сегодня мы будем проводить тренировку. Более того, мы будем тренироваться с ребятами. Тренировка белых воротничков буквально через секунду. У нас новая энергия. Вторая рука, подбородка, рука все время. Сейчас мы нарабатываем первый этап. Сейчас поднимаем руку, ты за меня шури. Оп, дай за меня, дай за меня. Оп, маякай, поверяй. Опять сюда. Без сопротивления, даем друг другу войти. Вы поняли? Здесь 15 секунд, надо, чтобы он упал. Вот так руку прямо не выставляешь. Страхуйтесь. Его задача, не дать упасть. Время. Давай, все, не падай. Тренировка воротничков в разгаре. К сожалению, на ней присутствуют не все. Хотелось бы узнать, по какой причине наши парни пропускают тренировки и просто-таки упускаешь свой шанс выиграть в финале. Пойдемте со мной. А вот и Саша Крюков с продолжением своего семейства. Саня, привет. Так, расскажи нам всем и зрителям, почему. Ну, условия организаторов было не пропускать и очень ответственно относиться к занятиям, к тренировкам, к показам, к съемкам и все остальное, что касается. Но, к сожалению, я вот приехал к Богдану, как к ведущему этого проекта. Тренеру уже тоже, да? Уже тренеру, да. Попросить разрешения все-таки как-то либо изменить график, либо сделать скидку для семейных, для тех, кто обременен работой. Ну, а как же мы-то скидку, может быть, и сделаем? Вы-то не против, я так вижу. Но ты же можешь проиграть. Да, я могу. Могу. Я даже не знаю, как объяснить. Я для себя запланировал, что я могу себе позволить оторваться от семьи, от работы вторник, четверг, субботу. А остальные дни я должен все-таки посвящать работе, семье. Сегодня у нас хронологическая среда, завтра проверим, говорит ли правду Саша. Помаши ручкой вот эту. Пока. Ну, удачи. Спасибо, да, до завтра. Крюкова. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Правая рука под шею, разворачиваемся. Эту должны выпрямиться. Прижимаемся, делаем разножку. Вот удержание. Понятно, да? Голову обязательно прижимаем. Спокойно, не торопяйтесь. Взяли, сели. База. Раз, второй. Другая сторона. Раз, второй. Меняемся. Пошли. Другая сторона. Другая сторона. Другая сторона. Вы проходите и сразу останавливаетесь. То есть, вот, садилось. И все. И капец. Ну и как бы вы ни проходили, никогда вас не должна на краю лежать. Все время стоит на ноге. Конечно. Вы за счет этого продолжаете движение. Почему вы не идете дальше? Потому что вы все шагнули, эта нога осталась так, а идти уже вам нечем. Другая сторона, что-то случилось? Тело не слушается, неподготовленное. Выбил палец немного. Ты ударил или подвернул? Нет, подвернул и на меня сверху соперник еще упал в тяжелый путь. Я тебя поздравляю с первой травмой. Это на... Тоска. Как-то это прошло. Внимание. Бороться будешь сейчас? Конечно. Уже дошло. Несмотря на травмы наши белые воротнички тренируются не жалея себя. Не делайте так. Ребята, случилось нечто странное. За те несчастные несколько недель, пока идет проект, мы, тренерский и организационный состав реалити-шоу «Бои белых воротничков» настолько сроднились с ребятами, что прямо тренируемся с ними. Не просто тренируем их, а тренируемся. И это, надо сказать, впервые. Так что вы избраны. Это было шоу «Бои белых воротничков». Увидимся. АПЛОДИСМЕНТЫ Дарфиш и шейк-шейк-шейк-шейк. Дарфиш и шейк-шейк-шейк-шейк-шейк. Дарфиш и шейк-шейк-шейк-шейк-шейк-шейк. Дарфиш и шейк-шейк-шейк-шейк-шейк-шейк-шейк-шейк. Дарфиш и шейк-шейк-шейк.